Дорогой, я сбросила два килограмма. Молодец! Смыть только не забудь! На приеме у врача. Доктор, у меня болит все. Ну это вы загнули, батенька. На все у вас денег не хватит. Еду с утра в лифте. Мусорный пакет в руках, чтобы на улице выкинуть. Пахнет не очень хорошо. Ну сезон дыни, арбузов, перепревает быстро. Мой этаж 15. На девятом лифт останавливается, входит наш участковый в форме, при фуражке, все как положено. Едем дальше. Шестой этаж. Лифт снова остановился и на лестничной площадке стоит молодая мамаша с сыном. Ну лет пять пацану. Заглянул он в нашу кабинку, носом потянул и говорит маме. Мам, я здесь не поеду. Здесь мусор вонючий. Участковый позеленел. Однажды я шел по лесу в дождливую погоду, да еще и ночью. Увидел машину. В ней ни души, да еще и дверцу удалось открыть. Вдруг машина тронулась с места. Я просто в шоке. За рулем никого, а я на заднем сидении. Мохнатая рука немного порулила и я доехал до какой-то деревушки. И тут неожиданно автомобиль остановился. В салон заглядывает мужик и говорит. Так, а ты кто такой? И что делаешь в моей тачке? Да я вот еду и походу приехал. Охренеть! Я пыхчу изо всех сил, машину толкаю, а он едет. С праздником всех. С каким? С днем инвалида. Ну а почему всех? Ну вот ты можешь позволить купить себе квартиру? Нет. А машину, которая нравится? Нет. А почему? Возможности нет. Ну так вот, сегодня день людей с ограниченными возможностями. С праздником! Девушка, переспите со мной за сто баксов. Нет? Ну пожалуйста, мне очень нужны деньги.